Минтранс предложил отложить строительство автотрассы Джубга-Сочи. Проект предполагал сократить путь до одного часа. Какого цвета? Цветной бульвар. Морсочи проинспектировал одну из красивейших улиц курорта и прилегающие к ней районы. Школу искусств в Дагомысе отремонтируют уже к первому сентября. Более того, зайдут в уже знакомое помещение ребята совсем с другой стороны. Сочинцы завоевали медали летней спартакяды молодежи России по самбо. Финальные соревнования прошли в Пензе. На Кубани усилят господдержку молочного животноводства. Такое поручение Вениамин Кондратьев дал сегодня во время рабочей поездки в Тбилисский район. Глава региона побывал на одной из ферм в муниципалитете. Ее новый владелец восстановил старые корпуса. Сейчас в них находится больше двух тысяч буренок. Чтобы увеличить надои, коров планируют перевести на беспривязное содержание. То есть животные сами смогут определять свой распорядок дня. Для этого строят еще один новый современный корпус. Пока к переезду готовятся лишь 500 коров. Переселить все стадо довольно затратно. По мнению губернатора края, аграрьев сегодня нужно мотивировать на развитие молочного животноводства. Программа, таким образом, расширить господдержку в части именно развития молочного животноводства. И компенсация должна быть затратки и стадисты фирм. Давайте и это направление расширим. Я еще с подчеркиваю, оно будет востребовано. И сегодня жизнь показывает, что молоко, кубанское молоко, на самом деле, высоко ценится. В том числе и нашими кубанскими молокоперерывальщиками. Поэтому, если конкуренция идет за качественное молоко, давайте сделаем предложений больше на рынке. Всего лишь на всего. Рыночным способом. Мотивирует уже сегодня и бизнес агропромышленный и селян, чтобы не занимались молочным животноводством. По вашему поручению, до сентября месяца Министерством сельского хозяйства Краснодарского края разрабатывается программа «Стратегия развития молочного отрасли на Кубани». Вот в этом программе все представим и внесем предложение по дополнительному стимулированию. Коллеги, на самом деле, так оно и есть. Если хозяин любит землю, и земля любит хозяина, возвращает ему сполна. Это принцип, который был всегда на Кубани, и он остается. Также во время рабочего объезда глава региона посетил производство кормов для животных и оценил новый спорткомплекс в Тбилиской. Этот долгострой муниципалитета, по словам Вениамина Кондратьева, стал одним из лучших спортивных центров в сельской местности. Минтранс предложил отложить строительство автотрассы Джубга-Сочи. Об этом сегодня сообщили на сайте ведомства. Варианты реконструкции автомобильной дороги Джубга-Сочи прорабатывались в Министерстве транспорта и Росавтодории. Предварительные технические и финансовые оценки говорят о том, что это весьма дорогой проект. Он обойдется более чем в полтора триллиона рублей и включает в себя строительство обходов трех населенных пунктов, плюс соединяющие отрезки. Построить трассу сложно и технически. Для этого надо будет вывести часть участков железной дороги с побережья. На время стройки нормальное движение вдоль моря будет серьезно затруднено, как по автомобильной, так и по железной дороге. Это существенно осложнит работу всей инфраструктуры одного из главных курортов страны, отмечают в Минтрансе. Между тем и сегодня в сезон двигаться по трассе Джубга-Сочи порой очень затруднительно. Двухполосный серпантин работает на пределе своих пропускных способностей. Очень неудобно. Я езжу в ЛАО часто. Дороги всегда пробки. ЛАО пешеходный переход, ЛАО. Задерживаю отсюда транспорт с мамайки до самого ЛАО. Очень неудобно. Средне. Когда пробки неудобно. Особенно летом. Когда едешь с Краснодара, пятница, суббота, это вообще воскресенье, это ужас. Тем не менее, по сообщениям Минтранса, реализация данного проекта в настоящее время нецелесообразна. В Сочи проходит операция «Джипинг». Под особым контролем инспекторов ГИБДД не только соблюдение правил дорожного движения, но и техническое состояние внедорожников. Инспекторы проверили выпуск транспорта на линию, побеседовали с водителями. Человеческий фактор никто не отменял. С начала проведения операции на водителей внедорожников было составлено 174 административных материала за нарушение правил. 16 машин вышли на линию с неисправным рулевым управлением. В 34 детей перевозили без удерживающих устройств. Поэтому экскурсантам советуют тщательно и выбирать проводников для прогулки по бездорожью. Обратить внимание на визуально-техническое состояние данного транспортного средства. По возможности истребовать у водителя документы, которые положены на транспортное средство. Такие как водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства. Это, в свою очередь, страховой полис гражданской ответственности. Ну и также путевой лист, который у водителя должен быть. Ночью и утром 2 августа в Сочи ожидается дождь с грозой. Все городские службы приведены в состояние повышенной готовности. И к другим новостям. Какого цвета? Цветной бульвар. Увидеть это лично решил глава Сочи. Анатолий Пахомов проинспектировал одну из красивейших улиц курорта и прилегающие к ней районы. Цветной бульвар даже утром полон людьми. Не отдыхают взрослые, играют малыши. По графику здесь появляется и поливальная машина. Новая техника не только увлажняет тротуар, но и сбивает пыль и листву с плитки. Времени на пусть даже маленькую остановку нет, говорит водитель. В связи с летом, сезон, сейчас работы много. Отдыхающие просто увеличивается. Людей много и, соответственно, и работы очень много. Старания коммунальщиков местные жители оценили. Перед моим домом регулярно с утра, а потом где-то к вечеру тоже это проходит. Мужчина все это собирает, новые складывают, пакеты туда очищают. Вообще убирают хорошо. Фактически каждое утро проходится. То есть вот с дорог убирают все шишки, листву. То есть как бы в этом плане довольно. Мусорки всегда пустые. То есть нет такого, что они переполнены. Но стоит отойти чуть в сторону и заметны следы обычной человеческой халатности. Грязное крыльцо магазина, выброшенный под окна мусор, вынесенный прямо к проезжей части, старый матрас. Мусорный бак он не поместился, как и многое другое, сложенное у контейнеров. Анатолий Пахомов распорядился пересмотреть график вывоза отходов и вывозить чаще, если это необходимо. Но не всем работа по очистке города в радость. На соседней улице мужчина чересчур агрессивно решил реагировать на критику. Куда подойди? Здесь кто? Ты что мне рассказывать? Куда мне ходить? Где стоять? Куда подойди? Бери тут, затушить. Разобраться, что мешает нормальной беседе, отсутствие воспитания или алкоголь был вызван полицейский. Глава Сочи еще раз отметил, необходимо срочно усилить работу по борьбе с пьянством. Не сбавлять темпы и по появлению самовольно построенных павильонов. На тротуаре у седьмой школы целый торговый комплекс. Правовому управлению выяснить, когда, каким судебным решением. И по новооткрывшимся обстоятельствам открываем новое судебное заседание до обжалования. Глава города напомнил, сейчас разгар курортного сезона, а время себя рекламировать действиями, уборкой, озеленением, сервисом. И к этой задаче как можно активнее должны подключиться именно предприниматели, чей доход напрямую зависит от успеха курортного сезона. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Школа искусств номер два в Дагомысе отремонтируют уже к первому сентября. Точнее, к этому сроку завершится основная часть работ. Более того, зайдут в уже знакомое помещение ребята совсем с другой стороны. Старое здание сейчас под пристальным вниманием строителей. Уже наполовину заменена кровля, а под ней поменяли и лаги. Все материалы в ближайшее время пройдут противопожарную обработку. Сам фасад утеплят и усилят. Кроме того, расширят дорогу перед школой, чтобы родители, привозя детей на занятия, не создавали здесь пробку. В ходе ремонта решили внести еще одно изменение. Решили провести работы по созданию новой входной группы в школу. Она будет располагаться в удобном месте для того, чтобы дети не выбегали после окончания учебы на дорогу. С торца здания будет обустроена новая входная группа с благоустройством соответствующим. Уже к первому сентября большая часть работ здесь будет закончена. В течение трех лет ученики могут и вовсе переехать в новое здание. Проектирование и строительство нового корпуса школы искусств внесено в краевую программу. В целом в Сочи за последние годы построено 8 новых школ вместимостью 3000 мест. И еще 1000 мест появилось в спортивных школах. Наряду со строительством новых зданий по поручению главы города особое внимание давно действующим. Так второе рождение получили детский центр «Вилла Вера» и вторая спортшкола на улице Паярка. Кто виноват и что делать? Эти вечные вопросы теперь относятся и к незаконному строительству в Сочи. Ряд СМИ цитирует краевые власти и прокуратуру, которые решительно настроены остановить самовольное строительство и наказать виновных. Но кто и что стоит за этими объектами и почему на землях под частный дом в итоге вырастают высотки? Как легко и просто новодел без документов превращается в законный дом, рассказал представитель земельного комитета администрации Сочи. О Сочи, точнее бесконтрольном строительстве на курорте, сегодня не говорить только ленивые. На одном из федеральных каналов идет так называемый разбор полетов. Проверки и выемка документов, совещания, на которых говорят о бездействии в решении проблем, шквал критики понятен. Город десятилетиями застраивался беспорядочно и число незаконных строек одно из самых высоких. Недострой, оказавшийся самостроем. Этот жилой дом, выросший на дорогом кулачке земли, под пальмами, в частном секторе, как установили надзорные органы, построен с нарушениями. По документам здесь 8 этажей, по факту 9. Более того, со слов специалиста БТИ, здание и вовсе готово к эксплуатации. Представитель краевого БТИ под домашним арестом. Но что все это время делали власти Сочи? Бездействовали, делают вывод зрители федерального канала. Спросить представителей мэрии авторитетные СМИ не посчитали нужным. А если бы спросили, то картина им открылась куда более интересная. О том, что на улице Просвещения 50 строится совсем не индивидуальный жилой дом, как по документам, в мэрии узнали, когда там начали возводить лишь второй этаж. И тут же было подано исковое заявление в суд. По указанному объекту администрации города Сочи был заявлен ряд обещательных мер, в том числе запрет на строительные работы, запрет даже на нахождение на объекте указанном, запрет на нахождение в земельном участке. Запрет обязательно администрация заявила о реализации данного объекта, чтобы не перепродали и не обманули граждан. Вместе с тем, несмотря на ряд заявленных обещательных мер, судом был арест не наложен на запрет строительных работ. Процесс напоминает перетягивание каната. Исковое требование о прекращении стройки администрация подает, суд отклоняет. А если не запрещено, как говорится, значит разрешено. В итоге 9 этажей на просвещение стоят нерушимы и ждут покупателей. Между тем город неоднократно писал письма в федеральное собрание, в правительство страны с просьбой ужесточить санкции за самовольное строительство. Пробел в законодательстве есть и о нем хорошо известно нечестным застройщикам. Никто не контролирует строительство индивидуальных жилых домов, а значит можно делать на земле все что угодно. Контроль по закону ведется только над многоэтажным строительством и только федеральными и краевыми ведомствами. Муниципальные власти лишены таких полномочий. Как следствие на земле ИЖС вырастают каменные высотки, а дальше дело техники. Застройщики обращаются в суд, стройку признают законной, квартиры раскупаются как горячие пирожки. Так произошло и с домами на улице Белорусская. Судьба этого объекта теперь под вопросом. Люди, вложившие в строительство миллионы, в неведение. Жильцы соседних домов удивляются, почему местные чиновники изначально не вывели на чистую воду нечистоплотных строителей. Как раз таки местные власти это выявили еще на стадии фундамента. Многоквартирный жилой дом появился на земле под ИЖС. Но трех этажей собственникам показалось мало. Этажи растут, на привлекательный ценник клюют покупатели. А дальше история как под копирку. Администрация подает иск о сносе самоволки в суд, но высшая инстанция требований администрации отклоняет и признает право собственности застройщика на уже многоквартирные дома. То есть фактически этажи на земле ИЖС становятся законными. Все последующие иски администрации к застройщику суд не принимает во внимание. Последнее определение Краснодарского краевого суда – дом стоит на законных основаниях. По словам представителя муниципального земельного контроля, эту и многие другие стройки на курорте можно было вовремя проконтролировать и пресечь, если бы у городских властей были на то полномочия. Контролировать соблюдение правил землепользования и застройки власти Сочи могут лишь на муниципальных участках. Орган местного самоуправления ни в коей мере не наделен полномочиями по надзору и контролю за строительством объектов капитального строительства, в том числе и объектов, имеющих признаки многоквартирных домов. Эта компетенция отнесена строго к органам федеральным, которые осуществляют государственный строительный надзор. Администрация города Сочи в инициативном порядке пыталась на законодательном уровне внести изменения в гражданский кодекс в части ужесточения борьбы с самовольным строительством. В частности, законодатель нас услышал. В гражданский кодекс в часть 4-222 были внесены изменения, которые позволили органам местного самоуправления в административном порядке осуществлять снос самовольных построек. Именно эти поправки помогли сдвинуть дело о самоволках с мертвой точки. В апреле этого года под ковш пошел самострой в Амеретинской неизменности. Теперь на этом месте чистая площадка, которая, кстати, долго пустовать не будет. Сочинские власти выступили с инициативой внести поправки к закону о нарушениях правил строительства, в котором четко прописаны санкции, грозящие за самоволку. Беспрецедентное предложение – изымать у нарушителя участки, на котором был возведен объект. Кроме того, в мэрии курорта предложили создать муниципальный контролирующий орган строительного надзора, который позволит еще на этапе разметки участка ПДЖС и лесодоводства контролировать строительство. Предложения властей Сочи уже одобрили в Совете Федерации. Сейчас поправки к закону отправлены на подпись президенту России. Ольга Десятого, телекомпания, ФКТ. Минутой молчания сегодня почтили память воинов-десантников, павших при защите страны в локальных войнах и вооруженных конфликтах. Накануне дня в ВДВ в Сочи состоялось чествование солдат, проходивших службу в воздушно-десантных войсках. В этом году воздушно-десантный майском России исполняется 88 лет. Торжественный прием бойцов ВДВ по традиции организовал участник боевых действий в Афганистане, основатель ветеранского афганского движения в Сочи, депутат законодательного собрания края Дмитрий Лебедев. Виновникам торжества сегодня вручили почетные грамоты, а гостям мероприятия подрастающему поколению дали урок истории. Вклад в воздушно-десантных войск в защиту нашего Отечества неоценим. Это и Великая Отечественная война, это и подвиги наших воинов в Афганистане, наших десантников, которые боролись с терроризмом, конечно, наши воины в Сирии. И поэтому на сегодняшнюю встречу приглашены в том числе и учащиеся средних школ, и молодая гвардия Единой России, то есть те люди, которым придется через какое-то время выполнять свой воинский и гражданский долг. То есть это вопрос передачи боевого опыта и патриотических традиций. 2 августа в день ВДВ в Сочи состоятся митинги и возложения венков к памятникам, возведенных в память о погибших офицерах. Одно из центральных мероприятий пройдет в 10 часов у памятника воинам-интернационалистам на Цветном бульваре. Сочинцы завоевали медали летней спартакиады молодежи России по самбо. Финальные соревнования прошли в Пензе и объединили спортсмены в 48 регионах России. В каждой весовой категории выступали только чемпионы федеральных округов. Спортсмены Сочинской федерации дзюдо и самбо более чем достойно представили Краснодарский край в составе сборной. Завен Келищян завоевал бронзовую медаль. Среди девушек отличилась и завоевала серебро Милана Бжедугова. По итогам соревнований сборная Краснодарского края благодаря сочинским самбистам заняла второе место, уступив лишь сборной Москвы. На третьем месте самбисты Санкт-Петербурга. Как получить доступ к торгам на российских и зарубежных рынках? Теперь выйти на крупнейшие фондовые биржи США возможно и из Сочи. На курорте открылся филиал инвестиционного холдинга Freedom Finance, который представлен инвестиционной компанией и банком. В целом, это инвестиционная компания, которая в России осуществляет полноценную поддержку работы клиентов на биржах Америки, обеспечивает брокерское обслуживание и управление ценными бумагами. Freedom Finance – это современный банк, клиенты которого могут полноценно инвестировать на рынки ценных бумаг, покупать акции лучших компаний мира и получать на этом хороший доход. Акционеры Apple, Facebook или того же Google, что называется, испытали на себе рост мировой экономики и впечатляющие темпы дохода от этих компаний. Мы увидели, собственно, огромное количество новых размещений. В этом году их было больше 12 новых компаний. И те инвесторы, которые на первичных размещениях покупали эти акции, они тоже, собственно, смогли получить хороший доход. Ну а клиентам нашего банка мы как раз сейчас активно работаем над тем, чтобы у них была возможность получить платежную карту премиальную в нашем отделении. Причем получить ее прямо в день обращения и нормальную именную карту, которая выпускается прямо на месте, по которой начисляется достаточно высокий доход и высокий кэшбэк. Причем кэшбэк в нашем банке можно будет получать не деньгами и не милями, и не бонусами, а акциями, собственно. Другими словами, клиенты банка Freedom Finance накапливают на своем брокерском счете акции выбранных компаний. А защита капитала здесь под стопроцентной гарантией. Вклад будет страховать агентство по страхованию. У нас есть структурный продукт на акции Apple. Он позволяет получить до 60% от того, насколько вырастут акции Apple. То есть, если они, например, вырастут на 40%, то наш клиент сможет рассчитывать на доходы по вкладу в 24%. При этом, если акции упадут или не вырастут, он получит свои вложенные деньги обратно по итогам года. Мы завершили некий процесс превращения в публичную компанию в США. Сами привлекли капитал в конце прошлого года. Но и, в общем, все равно, на мой взгляд, это самое интересное, что произошло на инвестиционно-банковском рынке в России за последние 10 лет. Это, наверное, прям правда будет. Помочь клиенту разобраться в инвестиционном банкинге и тем самым помочь зарабатывать – это главная задача банка Freedom Finance. У нас в России это новое направление достаточно. Не каждый готов инвестировать в акции. Для этого мы здесь открываемся в Сочи, чтобы знакомить с инвестициями. Мы именно инвесторы, мы не те люди, которые постоянно делают сделки на бирже. Мы инвестируем на среднесрочной перспективе, что позволяет нам в среднем получать хороший доход. Банк инвестиционной компании Freedom Finance расположен на улице Парковая, 2, напротив администрации города Сочи. Татьяна Говоркова, Инга Габеша и Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеша. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Продолжение следует...